В Стамбуле беспрецедентные меры безопасности. На саммит организации исламского сотрудничества прибыли 33 президента и премьер-министра. К тому же у турков еще свежа в памяти террористическая атака 19 марта на площади Таксим. Кстати, рядом с ней и проходит мировой форум. Президент Турции Эрдоган лично встречает гостей, среди которых и Александр Лукашенко. Они встречались не раз и во время официальных визитов белорусского президента, когда Эрдоган занимал пост еще премьер-министра. Отношения укрепились еще больше накануне поздно вечером, когда главы двух стран провели двустороннюю встречу. Говорили о многом, сошлись в едином. Настала пора активизировать сотрудничество, откорректировать дорожную карту и перезагрузить сразу несколько направлений в экономике. Присутствие Беларуси на форуме исламских стран само по себе необычно. Европейская страна с традициями христианства и здесь. Впрочем, все объясняется тем, что мусульмане настолько озабочены ситуацией с безопасностью в ближневосточном регионе и мире, что ищут единомышленников везде. И рады гостям с благими намерениями. Минск здесь твердо ассоциируют с площадкой, где политики договариваются и улаживают разного рода конфликты. А исламский мир в последнее время особенно обеспокоен. И напряженной ситуацией в Нагорном Карабахе, ее сегодня обсуждали отдельно и сирийским конфликтом, и извечной для мусульман палестинской проблемой. Поэтому к Беларуси здесь присматриваются с интересом. Представительство в организации исламского сотрудничества весьма пестрое. Вера объединяет 57 государств, но есть свои особенности. К примеру, здесь присутствует Камерун. Страна, у которой только 20% мусульмане. С другой стороны, есть Саудовская Аравия. Это крупнейший донор самой организации. Формирует пятую часть бюджета, и штаб-квартира находится именно в аравийской джиде. И несмотря на такие разные весовые категории, в организации исповедуют принцип, когда все равны. У Беларуси, возможно, в этой организации появится особый статус наблюдателя. Такой же сегодня и у России. Конечно, по количеству мусульман сравнение двух стран весьма условное. В России 25 миллионов, в Беларуси 25 тысяч. Но главное не цифры отмечали сегодня на саммите, а отношения между людьми. Сам Мировой исламский форум открылся в Стамбуле еще в понедельник. Перед встречей глав государств повестку обсуждали министры иностранных дел. Работы много, но именно такие встречи на высшем уровне приносят максимальную пользу для народов, убеждены участники. Президентам четко поставлена задача диверсификации нашей внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности. Реализация на деле многовекторности нашей внешней политики. И участие президента и белорусской делегации в саммите – это одна из составляющих этой многовекторности. Это конкретно и предметная работа со странами дальней дуги. Участие в этом саммите позволило, а, высказаться по тем вопросам, которые волнует Беларусь. И это интересно также и для стран мусульманского мира. И, Б, подстречаться с рядом лидеров государства в развитии отношений, с которыми мы заинтересованы. Поля саммита – это благодатная почва для завязывания новых контактов и укрепления старых. Поэтому белорусская делегация воспользовалась возможностями для двусторонних встреч. Казахстан – самое большое по территории государства исламского мира. И в организации играет далеко не последнюю роль. Кстати, один из саммитов проходил в свое время в Астане. Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев говорили о перспективах в экономике. Нам с вами и оно полезно сегодня просто. Хотя мы уже с вами длительное провели переговоры. И до этого пообсуждали все наши проблемы международные и местные. И договорились о вашем визите в Беларуси, о моем приезде. Еще раньше, по-моему, я был в Астане в конце мая месяца. Поэтому у нас действительно будет возможность серьезно проанализировать даже те проблемы, которые появляются в связи с мировым кризисом экономическим, да и неурядицами, связанные и с нами самими, и с нашим главным партнером экономическим, с Российской Федерацией. Поэтому вот и сегодня встреча, сегодняшняя уже как какой-то шаг к тому, чтобы обсуждать эти вопросы и проблемы. Ну, а вас я хочу поздравить с очень удачным выступлением. Александр Григорьевич, я очень рад, пользуясь случаем на полях этой конференции встретиться. У нас много о чем говорить. Экономические развития идут очень хорошими темпами. Я поддерживаю, вы со своей стороны поддерживаете. Но мы состоим в Брадийском экономическом союзе, как главный опору этого союза. И мы состоим в ВДКБ как союзники. Поэтому любая встреча – это полезно для нас. И как председатель Российского экономического союза мы пригласили всех 31 мая встретиться в Астане. Я думаю, у нас там будет отдельная встреча. Еще раз в севере часы. Мы хотим обсудить мой визит, ваш визит в Казахстан. Никогда много людей бывает. Полезными и продуктивными оказались и встречи с лидерами других стран. География обширная. Катар, Индонезия, Пакистан и Афганистан. С каждым Александр Лукашенко нашел общие темы. В беседе с индонезийским вице-президентом обсуждалась тема товарооборота. Пришло время превзойти рубеж в миллиард долларов. Беларусь готова участвовать в восстановлении экономики Афганистана. А отношения с Катаром для официального Минска перешли на уровень стратегических. Интерес к Беларуси на саммите был непраздный, отмечают члены делегации. Политики активно интересовались новичком, как и журналисты. В пресс-центре в эти дни работает 700 репортеров самых разных масс-медиа. Завтра работа саммита продолжится в шести рабочих сессиях. А итогом станет принятие совместной декларации, в которую включили более 200 параграфов по самым разным темам. Анатолий Занкович, Александр Автухов. Наши новости. Стамбул, Турция.